Продолжение следует... В вашей жизни со Христом вы будете встречать искушание, остаться в зоне комфорта и перестать мечтать, перестать надеяться, доверять и совершать невозможное для Бога. Но дерзайте и верьте Божьим обещаниям, дерзайте и повинуйтесь Слову Божьему, безусловно, дерзните и победите ваших великанов. Смотрите прямо сейчас. Вот уже полтора года, понимаете, полтора года прошло с тех пор, как народ Божий сбежал из египетского рабства и теперь подошел к границе обетованной земли, они прямо перед ней. И Бог сказал Моисею, пора. Почему же Бог привел их туда не напрямую, что заняло бы три или четыре месяца, а вел вокруг? Бог, я выскажу мое личное мнение, Библия не проясняет этот момент до конца, поэтому скажу, как я думаю. Я верю, что Бог повел их по длинному пути, чтобы научить их вере и доверию, чтобы научить их полагаться на Него, поклоняться и послушаться Ему одному до того, как они войдут в обетованную землю, и давайте вместе мы посмотрим, что говорится об этом в книге чисел 13 главе. А вот что сказал Бог. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю, которую я даю вам». А теперь прочитайте очень медленно и внимательно, потому что если вы упустите эту мысль, то не поймете смысл всей проповеди, что Господь сказал. «Я посылаю вас в землю, которую надеюсь отдать вам». Итак, Моисей выбирает представителей от всех 12 родов. Что он сказал? «Я хочу вам дать эту землю». «Благослови вас Бог». «Я хотел бы дать вам». «Я, возможно, дам». «Отдам за хорошее поведение». Нет, я даю вам. Давайте скажем это вместе. Что ж, 12 шпионов, которые пойдут осмотреть землю. Земля эта называется обетованной, потому что Бог пообещал эту землю Абраму еще за 400 лет до Моисея. И он выбирает и отправляет 12 саглядатов от каждого из родов осмотреть землю Ханаана. Они провели там 40 дней, рассматривали, разглядывали. А в результате они вернулись в восхищение и сказали Моисею и всем людям, «Моисей, Бог не соврал, земля плодородная, эта земля процветающая». Они даже принесли с собой гроздь винограды. Она была настолько большая, что ее пришлось нести вдвоем. Это было доказательством невероятной плодородности земли. Интересно, что сейчас этот образ является эмблемой Министерства туризма Израиля. Та самая гроздь винограда, принесенная ими из Ханаана в пустыню. Но это не конец истории. Дело в том, что это было единственное, в чем мысли всех 12 человек были едины. В остальном их выводы разделились, они были противоположны. Было мнение большинства, и мнение меньшинства. За большинство было 10 человек. В меньшинстве были только Харев и Иисус Навин. 10 из 12 саглядатаев рассматривали ситуацию, анализируя ее по-человечески, не прислушиваясь к Божьему видению. 10 из 12 опирались на мирскую мудрость вместо Божьего обетования. 10 из 12 вычеркнули Бога из этого уравнения, и только двое, Иисус Навин и Халев, были готовы принять то, что Бог обещал. Послушайте. Много людей верят обещаниям, многие на уровне мышления соглашаются с обетованиями Божьими, но очень немногие действительно готовы воспользоваться Его обещаниями. Только двое из 12 верили Богу на слово, безусловно. Сегодня, мои возлюбленные друзья, я хочу поделиться с вами четырьмя принципами. Я молился сегодня ранним утром, и теперь молю вас, чтобы вы приняли эти принципы в свое сердце и применили их в вашей личной жизни, в ваших семьях, в вашем браке, в вашем бизнесе, и даже нашли им применение в вашей церковной жизни. Что же, во-первых, скажу вам, что большинство всегда будет неправо, если не будет следовать за Богом. Во-вторых, послушание, а не обсуждение мнений, приносит благословение от Бога. В-третьих, если смотреть глазами веры, то великаны станут кузнечиками. Следующий пункт. В-четвертых, рано или поздно, но послушание всегда вознаграждается. По моему опыту, это скорее поздно, но награда неизбежна. Итак, большинство без Бога всегда будет неправо. Было время, когда большинство людей в Америке верили в Бога и имели перед Ним благоговение. Я не говорю, что они были посвященными христианами, но, по крайней мере, они верили, почитали и боялись Бога. Не надо забывать об этом, дорогие друзья. Это все принесло много благословений Америке в прошлом. Итак, 10 из 12 собидатоев вернулись и сказали, «Жители той земли просто великаны. Они одним, только своим дыханием, могут уничтожить нас. Должно быть...» У них действительно был очень скверный запах изо рта. Ну, послушайте, что они такое вообще говорят? Они посмотрели на обстоятельства и увидели свою человеческую беспомощность. О, мы не можем их победить. Мы не можем войти в эту землю. У нас не получится. Мы не сможем. И как только они озвучили свое неверие и сомнение, тут же народ начал плакать и рыдать. Мы погибли. Нам конец. Все кончено. Хочу спросить вас. Вы понимаете, что здесь поставлено на карту? В чем они на самом деле сомневаются? В характере Бога. Это вопрос доверия Божьему Слову. Послушайте, позитивный настрой не помог бы им. Этого мало. Все, что им нужно, это доверие Богу. Им необходимо взглянуть Божьими глазами. Им необходимо поверить в то, что Бог способен это сделать. Все, что им нужно, так это понять. Что Бог всегда, все время, Он всегда исполняет Свои обещания. Даже если для этого потребуется 400 лет. Аминь. Пожалуйста, услышьте меня, когда вы не исполняете Божью волю, когда вы не внимательны к Божьему Слову, когда вы уходите в сторону от Божьих обещаний, то даже находясь в большинстве, вы всегда будете неправы. Но если вы почитаете Слово Божие, то даже если весь мир против вас, вы одержите победу. Далее, второй принцип, послушание, а не обсуждение мнений, приносит благословение от Бога. Бог обещал Аврааму землю 400 лет назад. Ведь так? Затем он еще несколько раз подтвердил это Моисею с помощью сверхъестественных вмешательств. Бог дал им его святой дух в виде облачного столпа, ведущего их в пустыне. Затем он послал им еду сверхъестественным образом и чтобы им стало. все окончательно ясно. Их одежда, в которой они покинули Египет, не ветшала. Что же еще им было нужно? Наконец, Бог сказал, хорошо, идите, пришло время войти в обетованную землю. И как 80 или 90 процентов из них поступило, мы не двинемся с места. Покажи нам, докажи нам, у нас другое мнение. после всего, что Господь сделал. Вы все еще хотите доказательства? В течение первых шести лет нам, как церкви, приходилось собираться в школе, где администрация буквально дышала мне в затылок, говоря, «Но когда же вы съедете? Переезжать собираетесь? Свое помещение скоро купите уже?» И мы усердно трудились, работали, но натыкались на препятствия и непреодолимые стены. Вы не поверите, что нам приходилось выслушивать от людей, «О, мы, наверное, отступили от воли Божьей». А может, Господь хочет, чтобы мы перестали быть церковью? Кто-то даже сказал, может, воля Божия для нас, чтобы мы стали сильной, консервативной, строго верящей Библии церковью, внедряющей людей в другие церкви и таким образом влияющей на них. Я должен признаться вам, и Бог мне в этом свидетель, что многие из тех предложений были приятно звучащими на слух искушениями. Но я и все те, кто стоял рядом со мной, продолжали говорить, нам это лучше знать, потому что мы приняли откровение от Бога. Я знаю, что сам Бог начал эту церковь, а не я. Бог начал эту церковь ради одной единственной цели — повлиять на весь мир через эту кафедру. И мы держимся этого. Даже несмотря на то, что некоторые люди не поддерживали это видение, мы, остальные, знали, что это Божие видение для нашей церкви. Я всем сердцем понимал, что дело в послушании, а не в поиске лучшего варианта. Бог ожидает от нас послушания и благословляет нас в этом. Я хочу сказать вам, что на вашем пути со Христом вы столкнетесь с препятствиями. В вашей жизни со Христом вы встретитесь с великанами. На этом пути вас будет ожидать и страх, и сомнение. Вы встретите огромное количество всевозможных мнений. В вашей жизни со Христом вы будете встречать искушение, остаться в зоне комфорта и перестать мечтать, перестать надеяться, доверять и совершать невозможное для Бога. Сегодня я хочу бросить вам вызов. Дерзайте и не отвлекайтесь на постороннее. Рискните и живите в послушании. Рискните не сдаваться. Дерзайте и не поддавайтесь вашим чувствам. Не слушайте всяких предсказателей. Дерзайте, не сидите без дела. не позволяйте чужому мнению повлиять на ваше послушание. Кто-нибудь согласен с этим? Если да, вы можете сказать свое громкое «Аминь». Благослови вас, Бог. Но самое главное, в чем я хочу бросить вам вызов, это вера в Слово Божие. Верьте Божьим обетованиям. Дерзайте и повинуйтесь Слову Божьему. Безусловно. Дерзайте преодолевать препятствия на своем пути его силой. Дерзните и победите ваших великанов. Взгляните на этих гигантов и скажите, «Вы просто кузнечики, а у меня сила Божия». Аминь. Большинство всегда будет неправо, если не слушает Бога. Бог благословляет послушание, а не разнообразие мнений. Третий принцип. В глазах веры великаны становятся кузнечиками. Десять из двенадцати думали о врагах Божьих, как о великанах, но двое все равно продолжали верить в противоположные. Они считали себя великанами благодаря силе Божией. Давайте все вместе откроем 31 стих. Это книга чисел. Мы все еще читаем 13 главу и двигаемся немного вперед, к 31 стиху. Но Халиф успокаивал народ перед Моисеем. Как же мне нравится этот парень из всех людей, из всех великих людей, с которыми я хотел бы познакомиться на небесах. Я хотел бы провести много времени с Халифом. Очень хотел бы. Пойдем мы завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Я хотел бы стать таким, как Халиф. Сначала он сказал всем сомневающимся замолчать, а затем сказал «Пошли!» Хочу сказать вам и поблагодарить Бога за то, что Он дал нам. А в этой церкви много Халифов. Я буду благодарен и признателен им до конца своей жизни. Но послушайте, только воины веры могут говорить как Халиф, а не кто-то, кто хочет выглядеть очень духовным, но говорит по плоти. Только воин веры может стоять перед разъяренной толпой и бросать вызов их неверию. Такое может только вера. Это человек с непоколебимой верой Слову Божьему. Вот вам истина. Слушайте внимательно. Скептики? Сомневающиеся? Негативные, критически настроенные. Люди всегда ненавидят людей с непоколебимой верой. Интересно, вы это знали? Это так. Вы спросите, а почему? Во-первых, они завидуют им. Эти люди наслаждаются своими жалкими вечеринками. Они погрязли в жизни без верия, но пытаются оправдывать это. Если вы откроете 14-ю главу книги чисел, 9-й стих, то увидите Иисус новинных алиф умоляли людей. Только против Господа не восставайте и не бойтесь с нами Господь. Не поддавайтесь сомнениям. И как толпа отнеслась к этим словам вера? Может, они приняли этот призыв? Они захотели побить их камнями. Они захотели их убить. Если бы Бог не вмешался в эту ситуацию, то Моисей, Аарон, Иисус новин и Халев были бы погребены под кучей камней. Так что позвольте спросить вас, отнеситесь к этому очень лично. Есть ли в вашей жизни великаны? И что это за великаны? Какие великаны в вашей жизни удерживают вас от веры и достижения Божьих обещаний? Что это за великаны, которые не дают вам житься жизнью веры и доверия Богу? Какие великаны изнуряют вас и продолжают одерживать победу над вами снова и снова? Сегодня на основании власти Слова Божьего я могу сказать вам, вы можете победить этих великанов во имя Иисуса. Большинство всегда будет неправо, если не будет следовать за Богом. Послушание, а не мнение, приносит благословение от Бога. В глазах веры великаны становятся кузнечиками и, наконец, послушание всегда вознаграждается. И только потому, что награда не пришла в течение 24 часов или недели или месяца. Это не повод сдаваться. Скорее всего, она придет не так скоро, как вы думаете, но она придет. В книге Иисуса Новина, в 4 главе. Вы можете прочитать о том, что произошло спустя 38 лет с этого трагического момента в истории Божьего народа. 38 лет спустя оба этих человека вошли в обетованную землю, и они снова увидели тех, кого другие считали великанами, но для них они были кузнечиками. Халлиф был уверен, что чем огромнее враги Божьего народа, тем сильнее будет их падение. Книга Иисуса Новина, 14 глава. Вы снова можете прочитать, что Халлиф верил, что Бог с ними, что Он защитит их. Когда Бог с тобою, Он охраняет тебя. Когда Бог с тобою, Он направляет тебя. Когда Бог с тобою, Он побеждает великанов в твоей жизни. Халлиф знал, что это дело Бога побеждать великанов. А откуда вы думаете, царю Давиду пришла в голову идея поразить Голиафа? Он просто выдумал это? О, нет. Он читал о своем четвероюродном дяде Халлиле покорителе великанов. Ведь он был просто пастушок, пастушок, который полностью верил Слову Божьему. Возлюбленное, это то, чего не хватает Божьему народу, и этого становится все меньше и меньше в наши дни. Как вы думаете, почему я печалюсь? Вот почему Бог сделал Давида величайшим царем Израиля. Потому что он стоял на Слове Божьем и верил Ему безусловно. И заканчивая, скажу вам еще кое-что. Я всем своим сердцем верю, что кризис, с которым мы сталкиваемся сейчас, не является экономическим. Это просто симптом. Это не кризис морали. Это тоже лишь один из симптомов. Это даже не столько кризис политический. Кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, это проблема веры в живого и истинного Бога. Проблема абсолютного упования на полноту и непогрешимость Божьего Слова. Поэтому я благодарю Бога, когда к нашей церкви присоединяются новые люди, потому что один из обетов, который они дают, это верить в полноту и непогрешимость Божьего Слова. Я не знаю, следите ли вы за новостями, так же, как я, но я вижу, как пастор за пастором. Христианские писатели и христианские блогеры один за другим открыто начинают сомневаться в безошибочности Слова Божьего. Может, это самое великое отступление, которое предшествует пришествию Иисуса, я не знаю. И это еще не все. Послушайте внимательно, это важно. Дело не только в вере, которая была у Халева, но также в том, что эта вера помогла ему открыть секрет вечной молодости. И вы спросите, а что это за секрет такой? Он называется покой в Господе. На протяжении 38 лет, пока неверящие иудеи терялись и умирали в пустыне, Халев наполнялся силой. Пока неверящие иудеи пропадали в тревогах, беспокойствах и страхе, Халев укреплялся в вере, пока эти неверящие иудеи и сомневающиеся, те самые, которые сидели у подножия горы, теряли время впустую, Халев становился моложе и сильнее, ожидая победы над великанами. Я часто представлял себе, что они все-таки послушались Иисуса на вина и Халева и вошли в обетованную землю. И увидев этих великанов, они просто крикнули им, ну-ка уходите, и те сразу завалились, они буквально прогнали их прочь, крикнули им, бу, и те испугались. Вы тоже на это способны, и вы, и вы, и вы. Вы тоже это можете, если великаны в ваших глазах не перестанут быть с великанами, то ваше будущее это поражение и заурядная жизнь. Перестаньте сами выкармливать их иначе, Божья награда ускользнет от вас. Сегодня мы убьем нескольких великанов. Аминь. $ и для божьей день. $زввере ! Попад